привет вы на канале яхты на колесах меня зовут антон а мы в москве на проспекте мира 150 и сегодня у нас обзор большого трехосного интеграла премиального от шведской компании кабы imperial i910 итак мы в кабине на водительском месте у нас здесь шасси mercedes-benz спринтер двух литровый с автоматической девятиступенчатой коробкой я часто говорю что про мерседес уже много раз говорили особо добавлять здесь нечего но в данном случае в кабине все-таки есть про что сказать здесь установлены не какие-то мерседесовские кресла здесь установлены кресла от кабы вот эта водительская пассажирская они у нас кожаные но при этом у нас здесь есть и подогрев и вентиляция вентиляция сидений в автодомах даже там фримиальных о которых мы чаще там говорим хьюмер какие-то и так далее обычно просто у нас стоят сиденья чаще там от мерседеса иногда от самих производителей в одинаковую обивку в общем зависит но это обыкновенные сиденья в которых нету поскольку это коммерческий транспорт там какого-то подогрева и так далее все это можно решать опционально здесь в данном случае у нас не только подогрев но и вентиляция и кроме этого тут само управление сидением его регулировкой немножко необычная с точки зрения что сравнивать там с мерседесовским у нас не какой-то рычажок снизу у нас прямо на кресле например для поворота есть вот такая педалька мы очень удобно ее приподнимаем и поворачиваемся например в столовую группу про мерседес про сам в двух словах здесь все по классике умная мультимедиа с навигацией с мультимедийной системой вот раз у меня радио включилась с мультимедиа с радио можно carplay подключить android auto и естественно колонки по всему авто дома подключены к общей мультимедиа но про мультимедиа колонки мы еще поговорим ну и конечно есть также камера заднего вида я так понимаю что данном случае нам нужно запустить мотор да и у нас появится камера заднего вида тут мы можем регулировать обзор сделать шире там направлении и так далее по интегралу в данном случае у нас есть здесь дверь на водительское место входная в интегралах не всегда есть дверь иногда мы входим только через основную жилое пространство и садимся на водительское место здесь у нас две двери также есть шторки боковые вот таким образом они задвигаются и точно также здесь открывается передняя боковая вот переднее лобовое стекло само закрытие отсюда сейчас не могу потому что там у нас электрическая шторка и она опускается с панели это я вам покажу позже что еще спереди есть есть вот такие вот еще шторки сверху это для того чтобы ну загораживать от солнца но как вот этот сверху козырек по сути он здесь вот так реализован поскольку у нас интеграл ну и далее мы попадаем в гостиную мы можем развернуться на водительском и на пассажирском кресле или же сесть на вот этот диванчик или еще на один диванчик сбоку стол достаточно компактный в интегралах бывает больше но здесь я бы сказал он компактный в целом здесь все рассчитано на четверых человек здесь вот одному на этом диванчике сидеть весьма удобно вдвоем же я уже не уверен что здесь будут удобно размещаться ноги но тем не менее когда мы едем у нас ремни безопасности здесь и можно разобрать вот этот диванчик и тогда вы вдвоем сидите вот мы видите подголовники ремни и вот у нас четыре человека сидят двое в кабине и двое здесь но если вдруг вы считаете что можно не пристегивается то тогда вы можете конечно же сесть и на боковой диванчик и куда-то еще если же вас четверо что еще стоит отметить здесь вы видите шкафчики но мы можем заметить что на них нету никаких ручек это связано с тем что у нас здесь нет замков фиксаторов таких механических полностью электронный замок как только мы заводим двигатель все ящики автоматически блокируются и уже не откроются в дороге то есть случайно ничего не выпадет а вам не нужно совершать лишние какие-то движения при их открытии но как только мы заглушили мотор мы открываем как обыкновенную домашнюю мебель есть освещение вот такие фонарики споты в разных местах мы их еще увидим снизу в каждом таком фонарике есть юсби зарядка кстати если мы сядем на боковой диванчик про которая только что сказал мы увидим что вот здесь у нас есть еще беспроводная зарядка то есть можем просто положить телефон и он будет заряжаться также мы можем эти зарядки воспользоваться наверное в дороге когда у нас вот это пассажирское кресло повернуто вперед но вряд ли в дороге конечно телефон здесь нормально лежит он будет во все стороны улетать также здесь у нас вот сбоку около окошка за шторкой спрятан маленький такой пультик управления сабвуфером то есть у нас здесь стоят сап колонки у нас здесь по моему 8 обыкновенных колонок по салону и когда мы подключаем там телевизор или телефон неважно что-то к общей мультимедиа вот здесь мы можем еще отрегулировать сап достаточно ну через видео вы это все равно не почувствуете но здесь если я прибавляю сап прямо чувствуется как весь пол вибрирует и вот басы идут такие глухие снизу если мы убавляем то у нас получается почти такая обыкновенная автомобильная акустическая система передней части у нас конечно же в интегралах всегда практически есть вот такая опускаемая кровать электрическая нажимаем кнопку кровать опускается вот у нас здесь два спальных места есть наверху освещение вы можете вот видите как она включается когда кровать опускается ну и в целом на самом деле здесь особо добавить больше нечего у нас есть такие небольшие полочки на этой кровати наверху и собственно говоря все ну не считая того что есть еще сетка такая ограничитель для того чтобы вы не упали он тут немножко запуталась в а нет она зафиксирована приклеена в общем вот эта сетка она вот здесь у нас поднимается и вызовут эти карабины фиксируется если вдруг вы боитесь упасть если упасть не боитесь то это необязательная функция также здесь есть розетка 220 вольт ну и вы спросите а чего не показал кнопку как кровать ты где поднимается а потому что кнопки этой как таковой нет у нас здесь стоит сейчас сказать это будет такой большой важный блок про пульт управления он находится традиционно над дверью это сенсорный экран есть мобильное приложение можно подключиться и все что я сейчас буду показывать можно делать удаленно и по сути все в автодоме вообще все управляется с этого экрана итак начинаем смотреть первое вот мы видим освещение если мы выключим всю кнопку у нас погаснут дополнительные иконки но если мы нажмем то мы можем вот здесь активировать по разным зонам и даже отрегулировать яркость определенных зон освещения у нас здесь есть два датчика движения на улице из и в спальне это такие фонарики с датчиками движения когда соответственно мы подходим они автоматически включаются но мы можем здесь отключить чтобы датчики движения не срабатывали соответственно это свет снаружи и еще один свет в спальне здесь же мы можем вручную заблокировать все шкафчики здесь же мы включаем отключаем насос и вот например опускать опустить поднять кровать в передней части я вам говорил что есть электрическая шторка она у нас тоже закрывается открывается здесь мы можем ее поднять вверх мы можем ее опустить вниз и например создать закрыть только наполовину чтобы люди проходящие на уровне роста не видели что внутри но при этом при этом у вас попадал немножко уличный свет ну или можем же полностью закрыть окно все это управляется здесь на пульте здесь можно включить вытяжку в ванной например вот я включил громко шумит это вытяжка в ванной здесь же у нас управление отоплением и даже здесь у нас управление холодильником а значит мы можем включить и переключить холодильник тоже отсюда с этой панели мы даже можем переключить его на газ электричество есть 20 12 вольт или включить автоматический режим ну или вот полностью опять-таки отключить и вот просто представьте все это вы можете еще делать удаленно или в целом на одной панели здесь даже включается вентиляция сидений я не помню где точно но где-то она здесь включается вот это у нас допустим панель показывает нам подключение 220 воды земли показывает заряд аккумуляторов и у нас показывает солнечные батареи что у нас активны и также здесь мы можем включить отключить инвертор здесь установлен инвертор на 3 киловатта то есть все розетки 220 будут работать даже когда вы находитесь где-то не в кемпинге не подключились к сети конечно дополнительный расход аккумуляторов но напоминаю у нас здесь есть две солнечные панели в целом наверное про пульт основной все может быть что-то забыл сказать но не не сильно важное в любом случае все что может чем можно управлять в этом автодоме она у нас вот здесь вот таким образом реализовано пишите в комментариях как считаете удобно это или нет когда все управляется с одной панели вот реально даже вентиляция сидений ну их можно и кнопками включить на самом сиденье но я честно говоря не понял зачем но они зачем-то еще включаются и отсюда ну про печку альды сказал 3 киловаттная печка альда жидкостное отопление я так понял что 3 киловатта здесь максимум установлена но это уже вопрос опциональных каких-то решений кухня у нас здесь достаточно просторная столешница из искусственного камня в мойку еще вкладывается вот такая дощечка тут уже какая-то похожая имитация искусственного камня да в принципе разница небольшая соответственно мойка ей закрывается плита газовая на 3 огня но тоже закрывается стеклом но можно например вот так открыть только одну комфорку если вам там нужно например сварить кофе или что-то такое не нужно открывать всю плиту остальной плиты можете пользоваться как рабочей поверхностью и здесь есть маленький вырез естественно у нас электро поджиг но если раз уж мы заговорили про кофе у нас есть еще вот такая полочка выдвигается раскладывается вниз здесь мы можем установить кофе-машину она будет вот таким образом опускаться и подниматься наверх естественно над плитой у нас здесь есть вытяжка два режима помощнее послабее внизу ящики в центральной части обыкновенные ящики поглубже помельче тут лежат вот такие бумажные пакеты заранее сразу от производителя про них мы поговорим позже просто предлагаю вам запомнить про них далее внизу еще один ящик и справа со стороны тут для вилок ложек есть и обыкновенный ящик и вот нижний у нас здесь вот такие мусорные ведерки установлены в специальные вырезы ну и слева осталось последнее вот такой еще шкафчик полочки стеллажик в которой у нас узенький выдвигается и занимает очень мало места на первый взгляд но при этом весьма вместительный напротив у нас холодильник dometic открывается как в одну сторону так и в другую около не помню точно на около 100 140 литров объем и и раздельно соответственно общий объем раздельно холодильник и морозильная камера работает от электричества газа 220 12 вольт как уже сказал включается основной панели или же на самом холодильнике выше над холодильником есть небольшая духовка слева от холодильника вот такой шкафчик а в шкафчике у нас лежит это специальное утепление на кабину то есть когда мы закрываем вот эти все шторки то что я вам показывал сбоку спереди на лобовом стекле они у нас по сути такие летние но поскольку это у нас шведский бренд у нас сразу же уже от производителей есть такие кнопочки если мы зимой путешествуем чтобы из кабины не шел дополнительный холод есть вот сразу утепление ну а это просто гардероб с небольшой палочки на здесь далее у нас за этой дверью туалет и душ мы можем эту дверь закрыть и получится вот так аккуратный фасад просто закрыть туалет а можем перекрыть ей про жилое пространство и образуется такой общий санузел от спальни этот санузел отделяется сейчас покажу вот такими еще дверями сейчас раз вот все можем закрыть эти двери и тогда у нас получится здесь просто такая отдельная по сути комната в которой у нас будет душевая туалет и еще один небольшой шкаф но давайте они это даже два вот раз шкаф два шкаф и здесь гардероб здесь полочки и здесь даже есть еще дополнительно пульт альды ну как бы дублируется с тем который у нас на основном пути чтобы спальне вам было ближе удобнее что-то отрегулировать но опять же можно из телефона давайте подробнее про туалет туалет небольшое аккуратное помещение раковина утоплена в столешницу есть шкафчики зеркалами снаружи внутри обыкновенные в целом шкафчики единственная розетка вот здесь у нас есть 220 вольт вполне себе уютно освещение здесь у нас полотенцесушитель электрический но самое необычное что у нас здесь есть это туалет на первый взгляд он обычный но у него нету ни кассеты не бака ничего и казалось бы как так вот вспомним про пакеты которые вам говорил на кухне организовано это таким образом мы кладем сюда вот этот пакетик бумажный как знаете вот фильтр пакетики для заваривания кофе вот что-то вроде того кладем его сюда и пользуемся туалет а потом потом мы закрываем его нажимаем кнопку и она у нас просто падает внутрь в специальный отсек все что было в этом пакете примерно как в поезде такая дырка открывается и вот все туда под когда мы воспользуемся какое-то количество раз я там не помню точно сколько но мы нажимаем на специальную кнопку прожига и все что у нас есть в туалете просто сгорает сгорает прямо здесь я не знаю для меня тоже когда услышал об этом показалось чем-то странным фантастическим тут уже надо будет у того кто будет этим пользоваться спустя время спросить насколько хорошая эта система или нет но звучит конечно фантастически и удобно будет лет на самом деле удобно не знаю но пока что по задумке так что это все туда падает сгорает мы достаем такой маленький контейнер и там остается только пепел который у нас очень медленно копится и мы его потом выкидываем как это работает непонятно до конца но вот задумка здесь такая ну а напротив у нас душевая достаточно стандартно ничего не сгорает ни в какие пакеты не падает обыкновенно сливной бак и вот такая вот дверка закрываемся в целом здесь действительно много места то есть я могу даже здесь сместиться влево вправо повернуться и вот мой рост метр восемьдесят вот так впритык но как бы нормально соответственно если ваш рост не больше если вы не 2 метра не 2 не 2 метра то как бы проблем с этим душем точно не будет это прям полноценный такой нормальный душ насколько это можно вообще сказать в автодомах ну и наконец у нас основная спальня в задней части посередине такая полноценная кровать есть тумбочки по углам в ногах двери я уже показал тумбочки сбоку и еще шкафчики какие-то на матраснике подушки декоративные шкафчики даже с гардеробной палочкой далее здесь вот у нас датчик движения здесь есть сигнализация как и как я говорил уже освещение по датчику движения также у нас здесь есть вот наверху кнопки включения отключения разного освещения и еще такие же выключатели диммируемые выключатели сразу можно отрегулировать яркость справа внизу также на вот этой стенке справа у нас есть панель для установки кронштейн для телевизора и там же розетка 220 вольт и для антенны что у нас есть здесь еще здесь у нас есть электрическая регулировка изголовья то есть я могу нажать кнопку и вот мы увидим что кровать съезжает немножко как бы вверх и изголовье поднимается есть там три положения можем отрегулировать когда допустим хотим почитать так как нам удобно это изголовье на самом деле по спальне плюс-минус все есть один люк и второй люк здесь у нас вентилятор можно поставить режим чтобы была как бы вытяжка на улицу или же наоборот вентиляция внутрь ну и соответственно открыть сам люк на улицу или закрыть на другом люке ничего такого нет просто обыкновенное окошко его можем открыть и там есть москитная сетка или же шторка как и на этом люке чтобы просто закрыть все наглухо если нам надо чтобы было темно свет лишний не мешал идем плавно на улицу здесь у нас добротная входная дверь теплая можем видеть вот такую толщину естественно есть центральный замок то есть когда мы нажимаем на ключе запереть мы можем запереть все сразу включая входную дверь так раз да вот все все заперто и соответственно можем открыть там только например жилое пространство можем открыть все целиком на пульте есть ступенька но это даже говорить странно потому что само собой далее будем открывать лючки и смотреть что в них здесь у нас хранение место для хранения вещей есть тут какой-то лоток это у нас по идее для всяких лыж сноубордов вот такое большое сквозное отделение можно с одной стороны можно с другой стороны получить к нему доступ далее открываем следующий лючок удобные замки можно повернуть оставить их в открытом положении потом просто захлопнуть здесь просто небольшое место для хранения вещей есть вот такой ящик вернее несколько мы их можем выдвинуть и спрятать обратно и остается еще немножко место просто что-то положить таки раз просто закрываем можем не запирать есть вывод газа на улицу здесь мы можем подключить уличный гриль потому что также у нас здесь есть или маркиза маркиза электрическая нажимаем на кнопку она у нас раскладывается сейчас раскрыть не могу потому что нужно подключать 220 вольт то есть она у вас откроется только в кемпинге для вы подключите 220 это вентиляционное отверстие холодильника далее тв розетка здесь мы можем подключать там телевизор на улице и здесь же мы можем подключить антенну такую тарелку отдельно поставить на улице через эту розетку далее газовые отсек газовый отсек интересны сразу можно подключить оба баллона и вот так удобно они выдвигаются вперед чтобы мы могли их заменить достать поставить подключить или снова вот так вот все задвинуть зафиксировать и закрыть ну и следующее у нас это гараж багажчик у нас такой весьма стандартный на мой взгляд есть розетка 220 12 вольт множество разных ниш полочек крючочков для фиксации грузов также здесь у нас лежит лесенка для того чтобы нам было удобно подниматься на кровать которую мы опускали в передней части но она не очень высокая так что это в принципе не обязательно также сейчас здесь лежат коврики которые мы можем положить в салоне и вот здесь есть еще большой отсек для хранения вещей и вот это конечно делает багажник прям сразу на первый взгляд он такой компактный а если мы посмотрим вот сюда то мы увидим что почти под всю кровать под спальню у нас есть доступ вот эти все лючки это техник технические лючки здесь у нас всякие предохранители там доступ и прочее связаны с электрификацией вот этот большой ящик dometic это собственно говоря инвертор естественно доступ в багажник у нас есть двух сторон и с другой стороны есть еще уличный душ можем что-то помыть и воспользоваться им на улице ну за этой дверкой у нас стоят два аккумулятора далее лючок подключения сети 220 вольт альдо выпускное отверстие две задние оси собственно говоря видим и еще лючок в нижней части здесь место для хранения вещей и есть еще вот такая выдвижная конструкция как из другой стороны которые установлены пластиковые лотки их можно вынуть поставить сдвинуть вперед те которые стоят дальше все это аккуратно так задвинуть под пол и и класть снаружи ближе то что вам необходимо чаще а вдаль убрать что-то что хранится или едет в дальнюю дорогу далее заливная горловина чистой воды бак 200 литров и еще один лючок это как раз таки вот это вот сквозное отделение через которое мы которая вам показывал с другой стороны вот этот лоток в который можно положить например лыжи видите специально сделан лоток вот так вот выдвинули сложили сюда все что нужно и какой-то снег который там оттаял они там отогрелись если что останется в этом лотке и не испортит вам пол и вообще автодом задвинули аккуратно и все здесь у нас подключение магистральной воды соответственно если вы остановились в кемпинге вы можете подключить сюда воду и она у вас будет сразу же поступать обыкновенный напор не будете пользоваться баком не будете пользоваться насосом соответственно встроенным но здесь заливная горловина топлива и как можно заметить у нас здесь есть ступенька ступенька для того чтобы когда мы заходим даже в кабину у нам было удобнее сюда шагать она автоматически открывается когда мы открываем водительскую дверь и когда мы заведем двигатель она у нас закроется также у нас здесь в кабине я вам сразу не показал есть пульт с помощью этого пульта мы управляем гидравлическими ногами чтобы выравнивать и делать авто дом стабильным на стоянке трехосный премиальный интеграл от компании как бы мы сегодня с вами посмотрели вес около пяти тонн соответственно это у нас c категория ну почти всегда такие большие премиальные дома у нас уже находятся в c категории пишите в комментариях ваше мнение как вам понравился ли дизайн понравился ли вам функционал как вам вообще все решения которые здесь присутствуют и как относитесь к таким большим интегралом тут у нас такой премиум сегмент поэтому всего на 4 путешественников но зато много места и с комфортом цена в москве сейчас в декабре 2022 года 24 миллиона рублей это канал яхты на колесах подписывайтесь чтобы не пропускать наши ролики на такие вот авто дома которые находятся сейчас в москве у нас есть отдельно подборки тех что находится в москве с ценами а также ролики из дюссельдорфа также не забывайте про наш телеграм-канал где можно что-то обсудить можете как-то порекомендовать нам что нам снимать если будете заранее там писать то когда мы приедем на выставке мы сможем как-то выполнить ваши пожелания меня зовут антон до новых встреч пока а